Всем привет! У нас сегодня шикарная погодка. Солнышко светит. Около 20 градусов есть. Пчелки вылетают, так как потеплело. Если прохладно было, то они сидели. А сейчас солнышко немножко вылетает. Погода замечательная. Вышла кошки лоток вынесла. И у меня стоит целая батарея. Такая пирамида из кастрюль. Вот пирамида из кастрюль. Это значит, что я должна готовить. Здесь сверху это творог. Я вчера творог сварила, но в другую миску. Стеклянную. Машенька, отпусти мир там. В стеклянную миску положила творог. А это был старый. Уже освободили. Молочное, макароны, суп и компот. Ну вот. Все это буду готовить. Вот яблочки у меня на компот. Сейчас пойду еще малинки соберу. В те сушилки у меня яблоки уже досушиваются. Но это хорошо. Не надо ничего ворочать. Волтера. Но еще мягковатые. Вчера на ночь их нарезала. Еще мягковатые. Я сушу, чтобы они полностью более сухие. Тогда и мор не заводится. И кресли не будут. Все, пускай сушится. А эти ночи уже меняла местами. Вверх, снизу. Так, сегодня сварю гороховые. Гороховые буду из супового набора. Думала, в мультиварку, скороварку закинуть. Ну, она как бы небольшая. Даже не знаю. То, что туда только вот эти суповые наборы влезет. А так и кости все останется. А так хочется, чтобы побольше было. Гороховые меня любят. Поэтому, наверное, кину большую кастрюлю. Сразу же промою, закину. Сразу же закину горох. Пускай все варится. Вместе с горохом. Потом картошку, зажарку. И все, гороховый готов. Так, промыла горох. Здесь промыла курицу. Варится. Сейчас засыплю горох сюда. И надо быть осторожным. Потому что, когда варишь гороховый суп просто в кастрюле, а не в мультиварке, горох пенится и очень быстро заливает плиту. Поэтому я крышкой даже не накрываю. Все вместе высыпаю. Вот сейчас буду чистить картошку. Так, Игоря попросила купить сардельки или сосиски. Он говорит, последние забрал. Больше не было. Почти 10 рублей. С ума сойти. Мортаделла. Вот такая цена. 7,81. Это 2,5-2,6 уже даже у нас доллар. Евро 3. Так что можете переводить. И в свою валюту потом. Ну, это хороший мясокомбинат. Мортаделла Машенко ее любит. Поэтому, если кому сарделек не хватит с макаронами, то можно колбасу. Я его попросила. Игорь, говорю, купи что-нибудь такое, чтобы я быстренько приготовила. Чтобы не стояла целый день опять возле плиты. Но все равно гороховый будет долго вариться. Так, гороховый сейчас не солю. Потому что, если посолить, горох будет долго развариваться. Все, макароны вот такие. Твердых сортов купила. Сейчас поставлю кастрюльку, отварю и черпачки отварю, сарделечки. Так, сметанка пойдет на салат. Салат у меня будет с помидор, с огурцов. Свой домашний огурцы и помидоры. Так, ну вот, никто не поверит. Но у меня холодильник пустой. В плане того, что готовой еды нет. Вот у меня молоко. Это сегодняшнее, это еще вчерашнее. Поэтому сварю молочное. Сметана, это уже начато. Это Игорь свежий привез. С кефиром я всегда в доме. Мало ли что приготовить. С кефиром делаю спинки и скумбрию. Мариную в кефире. И ковришка. Вот, горчичка хрен стоит. Так, это мой соус домашний. Сзади стоит, полбанки осталось. Это намазывалка из селедки. Уже тоже Антон доедает. Потому что она почти ее один ела Игорь. Вот, масло, сыр, колбаса. Там Игорь сегодня купил две булочки. Вот, все, что с драника осталось. Три штучки и два кусочка пиццы. Пачка майонеза. И творог. Здесь мой майонез уже тоже доедает Антон. Так, тут еще горчичка. Нет, а масло я сливала с селедки. С намазывалки масло сливаю. Потом на него можно поджарить картошку или рыбу. Вот забыла, рыбу жарила. Надо было поджарить. И вон еще ведерко у меня вареной сгущенки. Пол ведерка еще осталось. Тоже стоит на всякий случай, когда что-то вкусненького захочется. Тут у меня суши. Эти водоросли. Сухое молоко. Здесь Антон инсулин. Все. Вот пустой холодильник. Так, откроют. Мама, что есть? Ну, есть. Три драника и два кусочка пиццы. Пока я сготовлю что-то свежее. Ну, сейчас сотворю макароны с сардельками. Горох выварится. Молочное сделаю. Вот. Ну, салатик. Короче, по ходу работы буду придумать, что еще. Так, Машенька мне собрала виноград пошла. Зелененький. Так, я порезала яблочки. Ну, для цвета решила забросить черники. Марину Маше не захотела собирать. Сказала, я соберу виноград. Ну, хотя бы виноград. Все, сейчас залью водой и компотик пускай варится. Так, здесь у меня уже все кипит. Пенку пособирала, поваливала. Вот. Потом поснимаю с костей мясо. Так, тут закипает вода на макароны. А здесь закинула сардельки и 5 штучек колбасок. Получилось 6 сарделек и 5 колбасок. Нас 5 человек. Как раз, кто хочет по колбаске, по сардельке. Все. Ждем, когда закипит вода. Ну, все. Все 4 комфорки у меня заняты. Тут гороховый. Долила еще воды. Чтобы быстрее гороховый разваливался, горох, то, говорят, надо холодную воду доливать, когда кипит. Тогда, получается, он быстрее разваливается от того, что температура разная. Так, здесь буду варить манку. Вот, уже достала. Я сюда пересыпала. Вот такая маночка. Здесь еще чуть-чуть осталось. Сыплю. Не жду, когда полностью закипит. На средней температуре. Можно манку сыпать, когда оно закипит. Молоко. С водой здесь у меня. Молоко, вода, масло, сахар и немножко соли. Вот. А можно, когда холодное. Только тогда надо постоянно мешать, иначе оно все на дне осядет. Я сыплю, когда оно такое уже горячеватое. Вот тогда сыплю. Потому что, если оно закипает, пена поднимается и тоже получаются комки. Так, здесь у меня уже макарошки довариваются. Сейчас солью воду. Здесь компотик поставила. Ну, а здесь уже сардельки и колбаска отварились. Так, сделала салатик, огурцы, помидоры. Сейчас посолю, поперчу и заправлю сметанкой. Все, Даша пришла со школы. Ждет, когда все приготовится и будем кушать. Ну, все, готово. Макарошки с сарделькой, с салатиком. И здесь у меня детский кофе, я так называю. Кофейный напиток с сахаром и с молочком. Потому что компотик еще не сварился. Все, приятного аппетита. Малка сварилась. Ну, что-то у меня сегодня она густоватая получается. Кое-то, если ты комочки. Ничего. Все молочное. Есть. Можно сверху посыпать сахарком, кому мало. Можно перетертыми ягодами, которые замораживаются в морозильной камере. Очень вкусное получается молочное. Так, ну все, суп готов. Зажарила уже с морковочкой, с луком. Лаврушку сюда молотую добавила. Черный перец посолила в конце, всегда солю. Укропчик добавила. Все. Вкусняшка. Можно еще на копченой колбаске добавить. Кто любит с копченостью. Ну, я люблю, когда он такой сладенький. Поэтому морковки можно и побольше добавлять. Еще можно варить, если долго вам гороховый. Вот это ждать, когда горох разварится. Но все равно, видите, такие еще половинки сохранились в свою форму. Можно готовить из консервированного горошка. Тоже интересно так получается зеленый горошек. Все, у меня, видите, вся духовка. Духовка, вся газплита уже занята готовыми кастрюлями, не пустыми. Все приготовлено. А на десерт у меня еще осталась вчерашняя пицца с порогом. Очень вкусная. Половиночку отрезала. Сфокусируюсь. Видно, мне неудобно одной рукой. Тесто мягкое и сам творожок вкусный, сладенький. Все. Можно с детским кофе, можно с компотиком. Вот такой у меня на сегодня обед. Но все, сегодня справилась пораньше, поэтому есть время для себя любимой. Сегодня я хочу подстричься. Сама себя я стригу. Подстригусь и покрашу волосы. Так что завтра уже буду красавицей. Все, вам спасибо, что были со мной. Надеюсь, кому-то идея меню на день пригодится. Что-то себе напомнилось, что можно приготовить. А я буду заниматься уже сегодня с собой. Приведу себя в порядок. Все, спасибо, что смотрите. Не забывайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok